Всем привет дорогие друзья! Вы смотрите программу подборка Тему Геймер, где я буду рассказывать вам о совершенно разных, но очень интересных вещах, касающихся видеоигр. Мы будем анализировать одну тему на пяти различных играх. Итак, поехали! Поездные уровни. Нередко встречаемые явления в играх. Делаются, как правило, для усиления общих впечатлений от игры, внося в геймплей больше динамичности и зрелищности. Но бывает так, что необходимость его присутствия четко прописана в сценарии, а отступать от него нельзя. К примеру, если игра делалась строго по сюжету какого-то фильма или мультфильма. Итак, начнем мы с Tiny Toon Adventures Buster Bust Luz на Super Nintendo. Этот уровень нельзя назвать полностью поездным, а лишь вторую ее часть. Тем не менее, это довольно удачный пример хорошего воплощения интересных идей. Здесь будут встречаться препятствия в виде сачков, из которых нужно стремительно вырываться. Разнообразные враги, создающие очень большие неприятности для новичков в этой игре. Особенно примечательный момент, когда поезд въезжает в туннель. Нужно, что есть сила бежать туннель поверху, чтобы успеть спрыгнуть на крышу выезжающего поезда. Это действительно выглядит здорово. Уровень разнообразный и во многих деталях выполнен просто превосходно. Флиннстоунс на Sega Mega Drive В самом построении уровня нет ничего необычного. Как всегда, нужно быстро, но осторожно двигаться вперед и только вперед. Основным препятствием являются многочисленные указатели и семафоры. Как только издается предупредительный сигнал, нужно быть готовым перепрыгнуть или как-то иначе увернуться от них. Ближе к концу уровня веревки, служащие с цепкой вагонов, будут рваться. Опять-таки требуется реакция для прыжков в нужное время. В целом уровень ничем не примечательен. Toy Story часть третья для PlayStation 2 На этом уровне разбиваем ящики, бочки, собираем монетки. Какого-то разнообразия здесь нет, однако здесь присутствуют хорошо поставленные зрелищные эпизоды с разрушением окружения. Врагов как таковых здесь тоже нет, но преграды послужат, к примеру, разрушенная прямо перед нами крыша вагона. Придется аккуратно обходить по-другому, прокладывая себе путь. Также придется много карабкаться и прыгать. Кстати, Шериф Вуди, карабкать по вагону поезда, очень напомнил мне Нейтана Дрейка из Uncharted. Crossfire для NES Crossfire, как и большинство других NES игр, довольно хардкорно. Здесь на поездном уровне нужно отстреливаться от огромного количества врагов разместившихся пушек. Иногда эти самые пушки попадаются ну очень уж не кстати, что может послужить причиной преждевременной смерти. Босс на этом этапе тоже никаких позитивных эмоций не вызывает. В общем, достаточно проходной и не особо запоминающийся уровень из игры. Sunset Riders для Super Nintendo Как вообще, вестерна игра про ковбоев может обойтись без эпизода на поезде. Здесь нужно хорошо запомнить, как построен этап и не тубить, чтобы не застрять где-нибудь в ящиках и не получить пулю в лоб. Врагов встречается достаточно много, но в принципе все устраняются достаточно легко. Отрицательные стороны этого уровня, отсутствие какого-либо разнообразия вообще и малая продолжительность. Хотя с другой стороны, эта аркадная игра, пожалуй, ей можно простить эти недостатки. Вот и все на сегодня. Это была подборка от EmoGamer 5 поездных уровней в играх. Ставьте лайк, если этот пилотный выпуск вам понравился. Обязательно подписывайтесь на канал и паблик вконтакте, ссылочка в описании. В комментариях расскажите, какие поездные уровни из игр запомнились вам. Всем удачи, встретимся через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok